Привет, Китай! Это я, Романович. Сегодня нас ожидает просто невероятная и долгожданная битва. И тут вы мне скажете, у тебя что ни за день, то постоянно какие-то невероятные и долгожданные битвы. И я с вами отчасти соглашусь. Но опять же, еще раз подчеркну, сегодня нас ожидает невероятная битва. И тут вы начинаете догадываться, что есть такой смартфон Honor 10 Lite, который вышел в 2019 году и который стоит 15 тысяч рублей. И есть такой смартфон Xiaomi Mi 8 Lite, который вышел осенью 2018 года, но при этом в данный момент стоит тоже 15 тысяч рублей. И тут мы начинаем догадываться, что сегодня будет реально невероятная битва, потому что Xiaomi и Honor сойдутся в средне-бюджетном ценовом сегменте. Погнали! Я прекрасно понимаю, что многие из вас скажут, что Романович, какого хера 15 тысяч рублей стоит Xiaomi Mi 8 Lite? Он стоит гораздо больше в Ситилинке, в ДНСе и где бы то ни было, и где только не продается. Но с другой стороны, в Китае он типа якобы стоит дешевле. И как здесь быть, ты мне типа скажи, где пятнашка-то цена из Китая? Я ждать не хочу, потому что в скором времени там уже чуть новую выйдет, пока из Китая дождетесь. И у меня есть для вас решение, которое я уже обкатал и готов поделиться. Вот эта вот посылка Xiaomi Mi 8 Lite мне пришла с Тимула. Склад у них находится в Москве, буквально за два дня добралась до города Волжского во Волгоградской области. Вы просто вдумайтесь, с Москвы до Волжского за два дня все это дело добралось. Стоит смартфон в данный момент 15 990 рублей. Но это еще не окончательная цена, потому что 28 февраля на Тимуле будет день Xiaomi, когда все гаджеты этой компании будут просто с максимально возможными скидками. А также, если вы набрали больше, чем на 11 тысяч рублей, применяйте мой суперкупон на 800 рублей. При том, что не важно, у вас один товар больше 11 тысяч рублей, или вы несколько товаров сложили по 3, 4, 5 тысяч рублей. Главное, чтобы сумма была 11 тысяч рублей или больше. И купон на 800 рублей лихо применяется, он будет в описании под роликом. Я надеюсь, вы меня поняли, так что 28 февраля встречаемся на Тимуле. Ну и чтобы все было чин-чинарем, давайте распакуем посылочку, глянем, как оно все это дело выглядит. Я реально охерел, как оно такое может быть. Всего лишь, буквально, он добрался до меня за два дня. Охереть просто. Это реально охеренно. Что я еще могу сказать? Это просто бомба и пушка. Та-дан, 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 та-дан. Есть. Моя версия на 64 гигабайта. И я заказал Aurora Blue. Там же также есть и Midnight Black. Midnight Black у меня был до этого вариант. Я, честно говоря, посмотрел на это все. Мне он не очень понравился черный. Мне больше понравился градиентный Aurora Blue. Global Version, понятное дело, другой вариации не может быть. Потому что этот смартфон всего лишь в такой вариации. Ну и выглядит все это дело вот таким прекрасным образом. Я чуть не кончил, когда его в руки взял. Давайте будем потихоньку разбираться с этими красавцами. Итак, дисплей здесь IPS. 6,21 дюйм у Honor 10 Lite. И 6,26 дюйма у Xiaomi Mi 8 Lite. То есть совсем немножко у Xiaomi Mi 8 Lite дисплей побольше. Что касается моноброви, то вы здесь прекрасно видите. Здесь каплевидный вырез. Здесь обычная классическая челка. Но опять же, все-таки она меньше, чем у классического Xiaomi Mi 8. Тем самым она не так стрёмно выглядит. Что касается подбородка, то все-таки у Xiaomi Mi 8 Lite, мне кажется, он больше. У Honor 10 Lite он несколько поменьше и поприятнее выглядит. Full HD+, разрешение что на Mi 8 Lite, что на Honor 10 Lite. Что касается Wi-Fi. И, кстати, вы мне тут скажете, а с чего ты решил упомянуть Wi-Fi? Но на самом деле Wi-Fi здесь стоит упомянуть. Потому что в Honor 10 Lite по какой-то странной причине, по каким-то странным обстоятельствам поставили Wi-Fi всего на 2,4 ГГц. То есть 5 ГГц Wi-Fi не поддерживает. Обычные мобильники в этой ценовой категории и в 2019 году, ну, обязаны поддерживать это. В Honor 10 Lite такого нет. Здесь, конечно же, Wi-Fi 5 ГГц. Ну, это просто как прописная истина. И еще в этих смартфонах есть отличия в оперативке. Здесь в Honor 10 Lite всего 3 ГБ версия. И никаким образом ты не сможешь повлиять на исход событий. То есть 32 тебе накопитель могут дать. 64 ГБ тебе накопитель версию могут дать. Но 3 ГБ оперативы как будут оставаться и там, и там, так и будут. Здесь 4 ГБ оперативы. И на выбор либо 64 накопитель, либо 128 ГБ. Очень удобно, очень правильно, я считаю. Здесь лоток комбинированный, ничем они нас, к сожалению, не порадовали. Xiaomi Mi 8 Lite даже не вижу смысла скрывать, потому что здесь абсолютно то же самое. Давайте дальше перейдем к периферии. И здесь, опять же, это наша тема конца 2018-го, начала 2019-го года. Мы постоянно говорили о том, что смартфонам не хватает NFC некоторым. Также им не хватает USB Type-C. Так вот, эти смартфоны как раз таки и кардинально отличаются. Здесь есть NFC, красавчики. Honor обычно славится NFC. Но при этом здесь micro USB. Все еще достаточно старо. Но в Xiaomi Mi 8 Lite нет NFC. Но при этом USB Type-C. И вот здесь как раз таки еще есть и быстрая зарядка. Quick Charge третьего поколения. То есть, по сути, в Honor 10 Lite быстрой зарядки не присутствует. Здесь, в Xiaomi Mi 8 Lite, USB Type-C с быстрой зарядкой. Давайте я сразу убью популярный вопрос по поводу игровой производительности. Потому что все отчасти привыкли, что Qualcomm в лице Snapdragon постоянно вот так вот в хвост и гриву делает Kirin. Во главе Huawei, который стоит, или Honor. Но на самом деле очень интересная история получается. Snapdragon 660. Достаточно мощный процессор, но уже двухгодичной давности. В 17-м году он был представлен. То есть, это все-таки достаточно старичок. И Kirin 710 это молодой. При том, что Honor постоянно на каждой своей презентации, во всех социальных сетях кичится на том, что мы программно затачиваем наши смартфоны. Возможно, по железу они не вытаскивают графику, но мы программно их затачиваем. Тем более, у нас есть GPU Turbo. И это вообще просто главная плюшка. Это рассказывается, я вам отвечаю на каждой презентации. КОНЕЦ Я решил провести совсем дико необычный тест. Совсем нетипичный для меня тест. Он нам должен был показать, каков уровень троттлинга этих смартфонов. А также, как они готовы справляться с графической нагрузкой на дистанции. Типа, если бы я включил 10-15 минут, поиграл. Ну, это такое себе. Но другое дело, когда 40 минут до этого был запущен на них PUBG. И после этого я начинаю активно тестировать и вам показывать. В общем, время теста на этих устройствах примерно около 50 минут. И это очень серьезно. Что в итоге мы получаем? Да, Snapdragon 660 во всей своей красе. Он очень уверенно действует здесь. И показывает хорошие результаты. В среднем, примерно, это около 30 кадров в секунду. При том, что поставил я на этих устройствах одинаковые настройки графики. Максимально возможные для их железа в том же самом PUBG. Но при этом я хочу сказать, что Kirin 710 в этом плане себя показал неплохо. Я бы даже сказал, практически не хуже. Порой у меня Xiaomi Mi 8 Lite опускался до 25 кадров в секунду. Это, конечно же, эпизодично. А этот 30-ку строго держал. Но зато в момент приземления с самолета, когда ты на парашюте летишь, разворачиваешь парашют и летишь во время приземления на саму нашу матушку Землю, мы видим подлагивания небольшие у Kirin 710. То есть FPS порой падал до 10-15 кадров в секунду. В итоге, что хочется сказать по игровой производительности. Результаты вы видите на экране. Что FPS у них программно одинаков. Кстати, если вы хотите узнавать количество FPS в игре на ваших девайсах, ссылку в описании я оставлю на сайт. Там специальная программа, которая поможет вам измерить. Подробности по ссылке в описании. Что мы имеем в итоге? По сути, если говорить про игровую производительность, то вы не будете страдать в популярных играх. В популярных, тяжелых играх практически не будете страдать, если купите Honor 10 Lite. Потому что для популярных игр, для топа плей-маркета, они оптимизируют свое железо и практически идеально подстраиваются. Что же касается Xiaomi Mi 8 Lite и его Snapdragon 660, то получается, какую задачу ты бы им не дал? Это новая игра, которая еще не успела оптимизироваться на Honor 10 Lite. Или это какая-то старая игра, которую просто Honor не стали оптимизировать на свой девайс. Здесь будет идти по-любому. То есть здесь бескомпромиссно все игры будут охеренно идти. Здесь игры будут охеренно идти. Но там, где вам дали разрешение, как бы батька, Honor вам спустил разрешение, что в эти игры играете. Вот здесь лагать не будет. А вот в эти лучше не играть, потому что они говно. А почему они говно? Ну потому что они лагают на Honor. Внешняя составляющая и антураж. Ну в принципе и тот и тот достаточно красиво выглядит. И когда Xiaomi Mi 8 Lite выходил, то все говорили, что ну вот Xiaomi подсмотрели идею Honor и пытаются сделать молодежную мобилу. Я не знаю, кто у кого подсматривал, но по сути да. Поначалу у Honor вроде как бы они законодатель моды градиента. С другой стороны, может быть еще какой-то был бренд. Я просто тупо не знаю. Но по сути да, так сложилось, что Honor начал делать градиентные мобилы. И Xiaomi в конце года подхватили эту тему. И тот и тот смотрится классно и помпезно. Расцветка есть даже похожая вот у Xiaomi Mi 8 Lite. Также есть у Honor 10 Lite. Но вот небесно-голубого у Xiaomi Mi 8 Lite нет. Но это казалось бы не самое важное. Важны еще материалы. Из чего вся сделана эта красота. Здесь у нас стекло. Очень классно смотрится. Очень приятно лежит в руке. Касаемо Honor 10 Lite, то здесь может быть на первый взгляд покажется стекло. Но на самом деле это лютый пластик. И это мы понимаем просто вот так вот нажав пальцев. Продавливается он лихо. Только-только в путь. Только так залетает. И соответственно в руке уже лежит более дешево. Но честно скажу, что чувствуется. Но с другой стороны это более практичный вариант. То есть если стекло это падение на асфальт и до свидания. За что многие в принципе не любят это стекло. То касаемо пластиковое. Но он настолько здесь мягкий, что я думаю навряд ли даже появится трещина. По практичности ну я скажу, что что здесь, что здесь. Это просто тихий ужас. Постоянно вас будут преследовать вот такие вот пятна и следы. И не важно стекло это или пластик. Главное, что глянцевая поверхность. Ну и последнее, о чем я хочу сказать. Оно в принципе также относится и к производительности и отчасти к играм. Это нагрев этих устройств. Ну и следовательно где нагрев, там и троттлинг. Что касается Xiaomi Mi 8 Lite. То это примерно в среднем около 40-41 градуса. Это при условии, что до этого где-то около 50 минут на нем крутили PUBG. То есть тяжелую графическую игрушку. Что касается Honor 10 Lite, то здесь температура достигает примерно около 43 градусов. Это я замерял с помощью пирометра. И все это дело после 50 минут в играх. Сильной в принципе разницы нет в 2 градуса. С другой стороны я вам так скажу честно, что рукой Xiaomi Mi 8 Lite чувствуется намного горячее. Ну потому что здесь стекло. У Honor 10 Lite все подешевле. Пластик и тепло рассеивается. Касаемо Honor 10 Lite. Здесь один ствол на 13 мегапикселей. И второй вспомогательный ствол для Bokeh на 2 мегапикселя. Конечно же присутствует искусственный интеллект. Ну и здесь пафосно указано. Как любят Honor воды. Ну это прям вот классика жанра. Касаемо Xiaomi Mi 8 Lite. Здесь один ствол на 12 мегапикселей. И при этом вспомогательный ствол на 5 мегапикселей. Также есть искусственный интеллект. Он включается как в режиме портрета. Он включается также и в режиме фото. И что самое важное. Этот же режим искусственного интеллекта работает при съемке селфи. Что бывает достаточно не часто. Фронтальные камеры у обоих смартфонов на 24 мегапикселя. Касаемо фото батла Honor воды. Я вас прошу. Сейчас сожмите свои яйца. Потому что вам информация не понравится. Можете перемотать этот момент. Но я отвечаю, что сейчас вас сяомисты воткнут вот так вот. Давайте вместе смотреть на тест. Первые снимки это я на рыбалке. Я частенько гоняю на рыбалку. И специально туда взял несколько девайсов, чтобы потестить. Благо рыба не ловилась. Но у нас в принципе стандартная история. Когда я еду на рыбалку. Рыбалка идет как-то мимо меня. Но зато тесты для телефонов хорошие провожу. Что я могу сказать. Что однозначно искусственный интеллект справляется у Xiaomi Mi 8 Lite. Крепче, основательнее. И в этом плане эти парни красавцы. Вообще вопросов нет. Что касается букет. То здесь однозначно тоже Xiaomi Mi 8 Lite. Потому что это идеальное контурное размытие. Ты не видишь, что это сделано. Ну не просто типа профессиональным фотоаппаратом. Там же объективом размывается с помощью диафрагмы. Здесь-то на программном уровне размывается. И по сути здесь видно, что программный уровень. Здесь не видно. Короче Honor 10 Lite в плане портретного режима. Ну валенок откровенно. Ну валенок. Но с другой стороны опять же качество, детализация. Все неплохо. И тут мы подошли к ночным снимкам. И здесь, я не знаю, слезы сквозь смех. Или наоборот смех сквозь слезы. Ну здесь надо плакать. Потому что, ну, если обычным таким емким русским словечком сказать. Это пиздец. По-другому тяжело описать снимки, которые получаются в темное время суток. Портрет это вообще просто непонятная месива каша. Да даже обычные фото, когда не надо что-то там замыливать программно. Тоже получаются откровенно дерьмово. Фронтальная камера тоже, честно говоря, не справляется. И я не хочу сказать, что Xiaomi Mi 8 Lite идеален в этом плане. Но когда ты сравниваешь его с Honor 10 Lite в плане фотографии, он на голову выше. Если мы будем говорить про фронтальную камеру ночью, то это ты на две головы выше. Вот такие вот итоги. По поводу фоток, однозначно, Xiaomi Mi 8 Lite просто красавчик, сокровище, изумруд, бриллиант. И все, что вы хотите, какие петиты, говорите. Потому что, ну, он разнес пук и прах. Даже мокрого места не осталось от Honor 10 Lite. По внутрянке здесь UMI 9.0.1 и Android 9. Это очень важно. Да, это мобила свежая 2019 года. И здесь Android 9. Молодцы. Потому что, например, тот же самый Honor 8C и Honor 8X еще до сих пор не обновились на Android 9. Но, в принципе, и Xiaomi Mi 8 Lite далеко не ушел от этих Honor 8X и Honor 8C. Потому что здесь, да, стоит актуальная MIUI Global 10.2. Классно, обалденно. Но при этом до сих пор остался Android 8.1. 3350 мАч у Xiaomi Mi 8 Lite и 3400 мАч у Honor 10 Lite. Я, как обычно, тестировал эти девайсы в своем излюбленном режиме. Это стресс-тест. Стресс-тест, опять же, в моем понимании. Как он происходит? Я, значит, загоняю на них фильмы. На YouTube, самое главное. Включенный Wi-Fi. Максимально выкрученная яркость. Примерно фильм идет около трех с половиной часов. Он заканчивается. После этого мы врубаем PUBG. Ну, бывает, на девайсах на некоторых не скачено. Поэтому я еще скачиваю тут же PUBG. Обновления всякие делаем и врубаем PUBG. То есть дальше идет напор на графическую часть. То есть на программную максимально. Если вы не знали, то когда идет максимальная нагрузка на графику, то расход батареи дико сильно увеличивается. В итоге в 22 часа 37 минут у Xiaomi Mi 8 Lite был всего лишь 1% заряда. Что нам дает понимание, что работает в режиме стресс-теста он примерно около 5 часов. 5 часов, 2-3 минуты где-то так. Потому что начали тестить все эти девайсы примерно около 17.30. То есть в итоге 5 часов у Xiaomi Mi 8 Lite. В момент отключения Xiaomi Mi 8 Lite у Honor 10 Lite еще была батарейка на 24% заряжена. Серьезно. Я думал разрыв может быть там около 10%, 15%, но не 24% еще у Honor. То есть эти ребята вообще красавцы. С оптимизацией постарались. Потому что батарейки по сути одинаковые. Но оптимизация у Honor вообще просто вышка. Выше всяческих похвал. 24% при условии, что у твоего конкурента один. Но это очень сильно. Кто NFC просто бредит. Конечно Honor 10 Lite и можно было этот видос давно закончить. Все, вычелкнуть его. Если вы хотели дальше разбираться, то по сути кроме NFC и батарейки здесь особо сильно не подцепляешься. Режим жестов все равно менее плавный, чем на MIUI. MIUI, ну вроде неплохо, но с другой стороны мне MIUI ближе. Вот такая вот история. Если вас не устраивает автономность Xiaomi Mi 8 Lite, ну тогда берите Xiaomi Redmi Note 7. Ну или просто Redmi Note 7, который в недавнем времени вышел. Я уже на канале показывал. Скоро времени уже вот идут предзаказы на глобалку. Берите, ссылку в описании оставлю. Берите глобалку и все. И до свидания. Глобалка там 4000 мАч у Redmi Note 7. Процессор такой же как у Xiaomi Mi 8 Lite. Камера не хуже. И все, и вы в ашуре. Вот такая вот история. Поэтому вопрос реально в NFC и все. Если автономности, то Redmi Note 7 всем покажет, кто батя. Ссылки в описании на эти устройства. Огромное спасибо, что смотрели. Поддержите лайчины. Я очень старался сделать этот батл невероятно объективным и информативным. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик. И пишите ваше мнение в комментариях. Буду читать. Интересно, что выбирает народ. Все, давайте, красавцы. Пока.